Девушки отдыхают Это Кира. Два с половиной месяца. Сестра Норы. Веселая непоседа, которая все так же доверяет людям. Немного эгоистична. Хочет, чтобы любовь хозяина доставалась ей одной. Но за ласку всегда отблагодарит громким мурлыканьем. Это Пижма. Ей тоже, как и сестрам, два с половиной месяца. Из всех троих котят самый яркий характер именно у нее. Ничего не боится и с детства проявляет навыки охотницы. Игривая, грациозная, независимая. Кошка, которая гуляет сама по себе. Это Орфей. Пять месяцев. Именем мифологического певца и музыканта назван не случайно. Может взять любую октаву. Был найден на улице Перенсона. Кольцо одного из зданий подкинули коробку с котенком. Пока ждал передержку, успел тяжело заболеть и чуть не погиб. Но уже побывал у врачей и теперь абсолютно здоров. Это Рыжик. Пять месяцев. Маленький баловень судьбы. Родился в подвале. Несколько недель вместе со своими собратьями нарушал спокойствие многоквартирного дома. После чего впал в немилость и его попытались отравить. Волонтеры ели живого котенка доставили в клинику. Теперь он ленив и спокоен. Любит ласку и хорошо поесть. Все эти котята спаслись благодаря волонтерам Центра Верность. Сейчас находятся на передержке и ищут хозяев. Ласковые, независимые, игривые, чистоплотные. Они могут стать отличным другом ребенку или охранять дом от мышей. Если кто-то среди этой шумной ватаги увидел своего котенка, обращайтесь по телефону 253-60-16. Куратор Галина Лаптева готова помогать будущим хозяевам. Правда, у нее есть одно условие. Ищем хозяев, чтобы их обязательно любили. У нас спрашивают часто, вы отдаёте за деньги или бесплатно? Отдаём мы бесплатно. Но у нас очень такое жёсткое требование, чтобы котята были любимые, желанные всеми членами семьи. И обязательно, чтобы изредка связывались с нами, отправляли нам фотографии, чтобы мы встречались со своими подопечными. Галина обещает помочь будущим хозяевам этих котят с необходимыми прививками и ценными советами по уходу. Если вы столкнулись с вопиющим случаем нарушения прав животных на улицу, обращайтесь в редакцию программы «Утро» на Енисеи. Вместе со специализированными организациями мы поможем разобраться в ситуации.